Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня к нам в студию Московского Педагогического Государственного Университета вновь пришел желанный гость. Это знаменитый российский экономист, доктор экономических наук, профессор Михаил Геннадьевич Делягин. Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Здравствуйте. Мы с Михаилом Геннадьевичем уже пишем третью нашу программу. Мы решили с ним записать целый цикл бесед, посвященных не только основным событиям истории России последнего 30-летия, но и личности нашего сегодняшнего гостя, потому что, безусловно, Михаил Геннадьевич является яркой звездой на небосклоне и российской науки, и российской политики. Две наши программы, предыдущие были посвящены его детству, отрочеству, юности, студенческой юности. И вот как раз, учась на экономическом факультете Московского госуниверситета, на третьем курсе, наверное, после третьего курса, в 1990 году, волей судеб Михаил Геннадьевич оказался в команде знаменитого советского экономиста Игоря Васильевича Нита, первого помощника Ельцина по экономике. По экономике. И вот вы в команде Нита в качестве как бы вот такого сотрудника этого центра проработали вплоть до ноября 1993 года. Вплоть до его смерти в ноябре 1993 года. Ну, правда, я ушел чуть раньше. Ну вот об этих событиях мы и поговорим, потому что, тем более, что эти события, конечно, носили переломный характер. Что собой представляла эта работа, с кем вам приходилось сотрудничать или, наоборот, кому приходилось опоренировать и с кем приходилось бороться. Что собой представлял сам Ельцин, его команда, ближний круг, ну и так далее, и так далее. Я думаю, что вы это знаете более чем кто-либо. Так что вам карты в руки, Михаил Геннадьевич. Ну, на самом деле, это было очень смешно, потому что в возрасте 22 лет, будучи студентом, студентом очного, так сказать, способа обучения я оказался одновременно с этим ведущим специалистов группы экспертов, да, председателя Верховного Совета РСФСР. Как было дело? С одной стороны, я, значит, вернувшись из армии, я пытался, значит, что-то понять, что происходит в стране, потому что я вернулся в другую страну, как Горбачев, это 88-й год. И у нас среди преподавателей факультета блистал Игорь Васильевич Нид, потому что он очень хорошо понимал, как устроена экономика. Он понимал ее в части розничной торговли, не всю, но он собирал вокруг себя людей, которым действительно это было интересно, которые были без догм, они были не зашоренные. И он придумал параллельные деньги, как оздоровить экономику, потому что как раз в ноябре 87-го года потребительский рынок рухнул, и он, занимаясь всякими, всякой хозяйственной деятельностью регионального хозрасчета и местного хозрасчета, тогда это было модно. Но его основная идея было введение параллельных денег, которые были бы обеспечены не золотом, как золотой червонец, а которые были бы обеспечены потребительскими товарами, которые были главным дефицитом того времени. И это был Златоуст, он был человек с очень тяжелой судьбой, он был из российских немцев, его родня погибла в 37-м, как я понимаю. У него был костный турберкулез, то есть он был маленький, с горлом сзади, с горлом спереди, при этом он предельно оживленный человек. Это для меня до сих пор некоторый образец жизнелюбия. То есть ему просто было интересно жить. И на фоне обычных доцентов, преподавателей, аспирантов и заведующими кафедрой, у нас заведовал кафедрой Сергей Дубинин, который потом стал министром финансового, главой Банка России, потом ошивался в РАО ЕС России в Совете Директоров. В общем, такой классический безумный либерал, при этом выглядящий вполне себе пристроенно. И на фоне этих людей НИТ выглядел как ангел, спустившийся с небес буквально. Естественно, к нему ломились на лекции, к нему ломились на семинары. Я тоже стал ходить на семинары, все это было безумно интересно. Мы обсуждали региональный хозрасчет в Прибалтике тогда, все мы были демократами, потому что советская власть показала свою недееспособность, это видел каждый в каждом магазине. И, ну как сейчас видит каждый с тем же самым коронавесием, видит недееспособность в нынешней власти, тогда же мы видели с потребительским катастрофой. И я стал к нему ходить, его слушать, и когда стало можно выбирать себе научного руководителя, а я пошел к нему и сказал ему, вот так и так, я вот, а я тоже примелькался, там вопросы задал, вот так и так, я хотел бы, если не сложно, у вас писать курсовую. Он говорит, ну ладно, а о чем будет курсовая? А как раз перед этим ЦИМИ проводил конкурс студенческих и аспирантских работ «Советский монополизм». Я это случайно где-то увидел объявление, ну и делать было особо нечего, поскольку я был студент. Вот, я написал им работу, причем работа действительно была очень хорошая, она в некоторых направлениях и сейчас остается актуальной вполне, и я подобного исследования не видел. Я рассматривал министерство как монополии советские, и я по динамике КАП-положений, которые сумел найти, будучи просто студентом, определял динамику изменений влиятельности этих ведомств. Понятно. И, соответственно, объяснял это дело. То есть, условно говоря, лоббистские способности их руководителей выбивать деньги. Да, то, что Кордонский называл административным рынком, но, естественно, Кордонского я не читал, потому что было негде. Это он потом проявился. И в ЦИМИ эта работа была оценена, я получил третье место. Это был общероссийский конкурс ЦИМИ, Центральный экономико-математический институт. Он проводил, ну, естественно, в основном, конечно, москвичи, но он был по всей стране, и не только студенты, но и аспиранты. И будучи студентом, прости господи, третьего курса, я написал, то есть, ну да, третий курс, я написал работу, которая заняла третье место. То есть, я подозреваю, что, наверное, места были расписаны заранее, как это часто бывает, когда конкурс проводится в качестве поощрения своих. Но то, что они взяли абсолютно постороннего человека, до сих пор Александру Андреевичу Яковлеву я безумно благодарен за это дело. Александр Андреевич Яковлев, это кто? Извините, Андрей Александрович, я уже запамятовал, мы с ним давно не общались. Он тогда этим занимался в ЦИМИ, будучи аспирантом. Потом он стал, сейчас проректор, по-моему, высшей школы экономики, по крайней мере, долгое время был. Но, действительно, он организовывал этот конкурс, он мне торжественно жал ручку, вручал диплом. Я получил премию по тем деньгам 250 рублей. Это было шесть моих стипендий. Шесть с лишним. То есть, это было очень круто, это все было по-взрослому. И, естественно, в качестве курсовой я отдал студенческую работу, после чего меня просто взяли. Это был как раз 90-й год. Январь 90-го года, Лев Суханов, ближайший помощник Ельцина, которого потом искалечила собачка одного из других его приближенных, но он был интеллигент, он не был вором, он не хотел воровать, он не хотел плохого, сильное отличие от многих других. Он выступал в МГУ и говорил, ну, все, кто хочет, приходите, помогайте. И НИТ с его коллегой Павлом Алексеевичем Медведевым, их было трое разработчиков этой концепции. Первый был Белкин, Медведев и НИТ. А, Белкин это тот, который еще участвовал в ВД, который участвовал еще в Косыгинской реформе. Да, 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 еще в ЭКО его были статьи замечательные совершенно. Но мотором был НИТ, потому что он был мотором. Павел Алексеевич Медведев был так, как я понимаю, оргподдержка и легкая хаотизация. Ну, а Белкин, он, я подожди, не знаю, его имени, отчество я забыл, правда, виноват, каюсь. Он не пошел, потому что это было опять государство, он, в смысле, этого наелся. Надеялся, да, да, да. И тем более он уже в возрасте. Да, и НИТ пошел к этому Суханову, как я понимаю. Они с ним о чем-то поговорили, друг другу понравились, потому что НИТ не мог не понравиться никакому живому человеку. Вообще, как горят глаза, понимаете, это невозможно симулироваться. И он рассматривал Ельцина как способ продвижения этой концепции, как тогда называлось «обратимые деньги». У меня даже псевдоним был Олег Братимов по обратимым деньгам одно время. И летом 90-го года тут я написал «Хороший курсовик», он всем понравился, по-честному понравился. Мне, так сказать, подходили аспиранты, жали лапку. А курсовик был в продолжении вот этой работы? Курсовик просто была эта работа, по-честному. Понятно. То есть продолжать было некуда, потому что всю возможную информацию я вычерпал. Ну, там, немножко ее достроил, немножко ее систематизировал. Ну, как бы... Ну, понятно, подогнал объема, условно говоря. Даже не подогнал объем, она была больше объема. Вот так, чуть-чуть отредактировал. Потому что, как положено, студентку работу сдает в последнюю ночь и, что называется, вперед. И сдал я эту работу. И по итогам вдруг меня отводят и говорят, а вот не хотите ли поработать? Там группа экспертов, представитель Верховного совета, ну, где я студент, и где федеральная... Вот тогда, конечно, республиканская власть, но все равно, реально настоящая власть. Как это, как в анекдоте. Конечно, хочу, дорогая, зачем спрашивать? Ну, да. Еще у нас был студенческий конкурс поездок в соц. страны, как раз третий курс. Я смотрю, в общем, по каждой кафедре разыгрывают пять путевок, распределяют. А я планирование народного хозяйства. И если я иду по своей кафедре планирования народного хозяйства, то я попадаю в конкурс, где пять путевок на 150 отличников. Ну, понятно. И там открытое комсомольское собрание, обмороки, истерики, люди оттуда выносят. В общем, кошмар. Я иду на кафедру статистики. Я хочу у вас стажироваться. Я потом очень долго обеспечивал, по-моему, больше половины научных работ этой кафедры. Ну, просто газетные статьи тоже засчитывались в том слабкое время. И они меня взяли с распростертыми объятиями. И у нас на пять мест было восемь человек. Причем один был двоечник, один не пришел на собеседование, а один пришел с вот таким лепестком, так что его сразу отсеяли по морально-этическим соображениям. И поехал я в Югославию тогда еще, в 90-м году. Так сказать, особо не... Ну, там, конечно, характеристика, там, в общем, формальную процедуру нужно выполнить. Милейшие дамы у нас были на кафедре статистики. Очень, так сказать, нас опекали, причем как бы нестреноживо опекали. То есть, ребят, вы пьяные ходите аккуратно, вот из этой серии. А я после армии вообще мог в любом состоянии ходить и писать, и все. И, соответственно, значит, после этой практики как раз я прихожу в белый... Тогда был дом советов, еще не расстрелянный. Там сидел аппарат правительства Российской Федерации и аппарат председателя Верховного Совета, и вообще в целом Верховного Совета. Аппарат Ельцина тогда составлял 29 человек, включая охрану. Очень я это хорошо помню. Все они были живые, даже Бурбулес интересовался окружающим миром. Я был на нескольких встречах НИТа с Бурбулесом. Это была группа, которая обеспечивала экспертизу. Ельцин в сентябре 90-го сказал фразу, которую я ему до сих пор помню. И на самом деле руководитель должен вести себя именно так. Он сказал, что я очень счастливый человек, потому что все люди, которые со мной работают, умнее меня. Ну, я в свои 22 года, естественно, принял это целиком и полностью на свой счет. Ну, понятно. Это был принцип. И у него тогда было минимум 5 независимых источников информации. Один, как я понимаю, давал ОКГБ, потому что он был их агентом, непонятно с каких времен. Это было, по-моему, единственное известное мне нарушение, когда высшую номенклатуру вербовали. Может быть, его до этого завербовали, он потом пролез, не знаю. Но был принцип, что их веровать нельзя. Ну, да, да. А товарищ Ельцин был. По одному из эпизодов это был, так сказать, юридически можно... В общем, юридически доказательный эпизод был. Вот. Ну, одним из этих пяти, может быть, их было больше, потому что он подскромничал источников, была группа экспертов. Мы прорабатывали все текущие документы. Как бы, на самом деле, в реальной экономике никто не понимал ничего, она только состоялась. Я тем более ничего не понимал, на чего ходить студент третьего курса. Единственное, что в армии я посмотрел, как это работает на самом деле. Поэтому я имел, так сказать, стереоскопический взгляд на реальность. Ну, и я... Задача была носить бумажки. Я был самый медленный человек, который носил бумажки в доме правительства, потому что пока я что-нибудь нес, я все это прочитывал. Ну, конспектировать возможности не было, и смотрели бы криво, но я все старался прочитать. Ну, и как-то я пришел туда, поскольку было лето в шортах и в маечке на выпуск, и какой-то из чиновников старых на меня просто посмотрел. То есть у меня даже никто лекций. Это был разгул демократии, как говорил наш учитель истории. Он меня просто посмотрел. Я этот взгляд понял, и с тех пор я ходил в костюме и в галстуке. И это мне, на самом деле, очень здорово помогло в жизни. Ну, естественно, были люди, которые занимались серьезными вещами, а я вот подай, принеси, сидел на обсуждениях. Ну, и поскольку стал встревать, а людям были нужны, где-то месяца через три меня уже стали привлекать к содержательной работе. Даже раньше меня сразу стали привлекать к содержательной работе. Там черновик, там ответы трудящимся я писал бесконечные. И я увидел, как работает голова у людей, потому что ответ должен был быть, а, содержательным, и, б, чтобы человек все понял и больше не выносил мозг. Я все писал по правде. И это была огромная работа, потому что люди писали о реальных проблемах. И я, соответственно, в эти реальные проблемы включался. Пусть даже как-то и слишком идеологизированно, пусть даже и поверхностно. Но я начал понимать не только то, что я видел в армии, а я начал понимать с точки зрения людей, как по-настоящему живут люди. Ну, были, конечно, смешные истории. У нас был Павел Алексеевич Медведев, который был очень долго потом депутат Госдумы, преподаватель математики. Сейчас он, по-моему, финансовый амбудсмен какой-то. И он славился своей неорганизованностью. И, значит, посылает какому-то начальнику, Красавченко, по-моему, была фамилия, большой начальник. Ну, Красавченко, да, да, да. Да, очень неприятный человек. Сергей, да, неприятный был человек. Согласен с вами. Значит, забрать бумажки у него какие-то секретные. А он в Верховном Совете, по-моему, возглавлял комитет как раз по экономической реформе. И вот, значит, прихожу я к Красавченко, сижу в приемной, у него там какое-то бурное обсуждение. А я смотрю, прямо на столе лежат эти бумажки, которые были нужны. Ну, господи, я же в армии служил, да. Ой, посмотрите, птичка полетела. Чего? Бумажки в карман. Ну, ладно, я тогда ждать не буду. Тогда пусть мне позвонят. Прихожу, отдаю. Говорю, ну, понимаете, пятница вечер, Павел Алексеевич, это нужно сегодня вернуть. Вы отксеритесь себе, что нужно, я отдам. Да-да, я сам отдам. Не волнуйся, я иди на мой, в 10 часов вечера. Или уже в 10 часов вечера. Мне звонит домой Сергей Юрьевич Красавченко. Ну, понятно. Надо отдать должное. Люди были предельно интеллигентны. Ельцин, будучи строителем, никогда матом не ругался, по крайней мере, при посторонних. Вот, поэтому это был очень интеллигентный разговор. То есть, это был первый раз, когда меня, так сказать, за дело наказали. Что случилось? Павел Алексеевич Медведев, как истинный интеллигент, дав обещание, сразу про него забыл. Взял эту бумажку и уехал с ней на дачу. Телефонов не было, мобильных не было. Бумажка секретная, и более, она нужна прямо сейчас. Ну, понятно, понятно. То есть, это был один из лучших телефонных разговоров в моей жизни до сих пор. Но, опять-таки, уважаемый господин Красавченко сумел его провести так, что меня при этом не унизил и не обидел. При том, что его чувства понятны. Ну, понятно, да. Когда у вас составился первый секретный документ. Вот. Ну, приключений подобного рода было много, они были веселые. Мы в пятером сидели на одной ставке, и эта ставочка была савминусская. То есть, я получал 110 рублей в месяц. А, понятно. То есть, ставка была в 90-м году. Ставка была 550 консультант, на нем сидели 5 человек. У нас было 2 ставки на 10 человек групп. Ну, понятно. И там были люди, на самом деле, выдающиеся, многие из которых еще и сейчас есть. Скажем, Олег Маркович Фрейнкман, который потом ушел работать во Всемирный банк в Америку. Аспирант, очень умный человек. Андрей Викторович Данилов-Данильян, сын Виктора Данилова-Данильяна, который был министром природных ресурсов или министром экологии. Который потом агитировал за все, за все экологическое безумие, которое только было. Но он сам был человек умный, сейчас в каком-то фонде занимается поддержкой промышленности, чем-то в этом духе. Виктор Дмитриевич Кривов, который был совершенно выдающийся организатор и тащил на себе всю организационную деятельность. Просто он некоторое время ходил вокруг и, в конце концов, даже со мной советовался, что делать такой бардак. Я говорю, слушайте, Виктор Дмитриевич, все интеллигентные люди, все занимаются содержательными вопросами. Вам нужно, как Сталину, я не помню, сказал ему или нет, подумал, что нужно взять работу в свои руки, больше некому. Он ее взял, сейчас возглавляет аналитическое управление Совета Федерации, исключительно человек умный, дееспособный, эффективный и хороший экономист. Дальше Иван Иванович Харланов, которого, конечно, нужно было называть вторым после Льва Марковича Френкмана. Исключительно умный, исключительно политкорректный человек, но он слишком культурный, поэтому даже сейчас я его назвал только четвертым. Лена Николаевна Терещенко, которая преподавала историю КПСС в ПТУ. И когда она к нам пришла, это был человек, который как бы обладал абсолютной психологической устойчивостью. Это был совершенно выдающийся работник, я надеюсь, что она сейчас где-то продолжает работать в аппарате. Андрей Геннадьевич Мельников, который пришел с годичного опоздания, был младшеньким уже даже на моем фоне. Человек с потрясающим умом, великолепный, совершенно соображающий. И поэтому он дважды был замруководителем агентства страхования вкладов, великолепный юрист, работал в Крыму министром экономики, но там чужих съедают быстро. Поэтому вернулся в Москву. Совершенно великолепный человек, с ним недавно созванивались, как бы выдающийся профессионал. Ну, были люди, которые приходили и уходили, скажем, был Юрий Шушкевич, даже не помню его отчество, который устроил какую-то авантюру, даже не аферу, а именно авантюру, поэтому там через год работы улетел. Ну, это как бы нормальный, естественный отбор, но он был очень маленький, очень мало людей отсеивалось, потому что НИЗ был человеком предельно обаятельным. На государственном уровне пытались продвинуть программу обратимых денег, но она требовала наличия государства, а государства уже не было. Она была все-таки для другой реальности. Боролись с реформаторами. А я прошу прощения, а вот эта концепция обратимых денег, она чем-то напоминала реформу Сокольникова? То есть, условно говоря, параллельно ходил Червонец и параллельно шел Рубльчик? Да, да, да. Параллельно Савзнаки, параллельно Червонец, Сокольникова, Бриллианта. Да, и там второй еще был человек великий, который недооценен совершенно, который командовал Газбанком в то время. Шейхман, что ли, я не помню. Он очень по-тихому, это был один из первых невозвращенцев. Он уехал, потом руководил, по-моему, Московским народным банком в Лондоне, его уже создавая, и там и остался. Но сумел так решить вопросы, как Александр Рожлов, что к нему никогда ни у кого не было никаких претензий. Ну да, да, нет, потому что хорошо известно, что вообще-то рабочими лошадками этой реформы 1922-1924 годов были те, кто проводил реформу ВИТа. Тот же Николай Николаевич Кутлер. Поэтому понятно, что эта реформа была проведена достойно. Но Сокольников и Шейхман, виноват, если я забыл его, неправильно говорю его фамилию, они были выдающимися людьми. Сокольников вообще был революционер всю свою жизнь. Непонятно, где он получил образование, наверное, в лавке в какой-нибудь. Но при этом, блистательно все проведено, он реально вернул копейку в жизнь. Он обеспечивал подъем НЭПа своей реформой. Ну и тогда как раз тема НЭПа была очень модной. И НИТ, глядя на нее, просто взял, и идея была в том, чтобы намного была мягче финансовая политика, чтобы деньги были обеспечены потребительскими товарами. И тот, кто производит товары, становится автоматически королем. То есть это было стимулирование производства. Потому что не тот, кто имеет золото, или золото за границей привез, или где-то его намыл. А тот, кто производит то, что нужно для всех. Но государства уже не было. И уже была очень мощная идея, давайте мы здесь украдем и уедем. И поэтому эта идея не сработала. Но ощущение абсолютных бессребренников было. То есть когда я узнал, что депутаты получают квартиры в Москве, депутаты-демократы, и они получают квартиры, и, так сказать, это квартиры не служебное жилье, а в собственность, я был в ужасе, ну как же так? Как же так? Ну это же невозможно, это же коррупция. Нит ездил на своей машине, на таком девятке Зубиля. Медведев ездил на Москвиче. Что есть какие-то льготы для нас, я узнал в 94-м году уже на другой работе. Ну единственное, что мы знали, что можно типа записаться в дом отдыха, но работали там 6 дней в неделю, было как-то не до этого, просто не до этого. Иногда и 6,5 дней в неделю работали. Программу 500 дней зарубили мы. Там была объективная политическая борьба, была политическая борьба. И ее перетягивали союзные российские власти. Явлинский ориентировался на республиканцев и, соответственно, на Горбачева, ну на американских республиканцев. Гельцин ориентировался на американских демократов и, соответственно, сам на себя. Это была фундаментальная причина высокой политики. А содержательно ее громили мы и Ельцин. Ну кто же читает документы? Ельцин с Явлинским поговорил, поверил, что это светлое будущее. Наши бумажки почитал и понял, что светлого будущего это не это. Это вот реальная заслуга. Они даже на нас написали донос в стиле 1937 года, опубликовали его в аргументах и фактах. Единственный, кто за него потом извинился, это был Ясин. А Ясин подписал этот донос, да? Да, они все, они все большой, так сказать... А Явлинский же тогда был, по-моему, зам Силаева как раз по экономической реформе, да? Явлинский стал зам Силаева по экономической реформе. Явлинский вообще патологически боялся брать на себя ответственность. Если бы он не боялся, он стал бы премьер-министром. И он мог бы провести свои 500 дней. Ну, во-первых, я думаю, он знал, что это такое. Он понимал, что это ерунда. Ну да. И не хотел нести ответственность. Пусть другие работают, а я потом скажу, что они виноваты. Ну и трусоват он был и остается очень сильно в этом отношении. А потом существует вообще версия... И Явлинский, когда Явлинский отказался последний раз, и много предложений было реализовать эту программу, Ельцин сказал потрясающе, что пока я в этой стране кто-то, этот человек в ней будет никем. Вот так. Так и сказал, да. Это он сказал где-то на узком совещании. Это он сказал в узком кругу. Ну, когда человек к вам приходит и говорит, я хочу поработать. И вы ему не доверяете, но потом понимаете обстоятельства в слове. Ладно, хорошо, иди работай. Он говорит, а я хочу еще чего-нибудь такого, что вы мне заведомо не дадите. Ну, понятно. Ну, как-то с этими людьми быть. И вот Ельцин в этом состоянии, так сказать, прораба, который, так сказать, кирпичи... Которому надо сдавать, да. Положил два куба кирпичей и ни капли цемента. Что за люди? А я прошу прощения, вот если возвращаться. Ведь вы сказали, что там как минимум работало пять экспертных групп, да? Это были не только экспертные группы. Это были каналы информации. Это были каналы информации. Были министерства ведомства, в конце концов. Был ЦК, в конце концов, который тоже взаимодействовал. Ну, понятно, да. Я в ЦК носил конвертики, как зайка. Я до сих пор помню этих старых сотрудников ЦК. И с низкого уровня, которые со мной общались, мне эти пакетики принимали под роспись. И мы с ними за жизнь тогда разговаривали. Чаем, правда, не угощали, потому что все торопились. Но за жизнь разговаривали. И я понял, что они, доведя страну до отчаяния, они больше всего боялись обидеть людей. Меня это шокировало, потому что демократов этого не было вообще. Демократы считали, что обиды людей – это движущая сила, на которую они едут. И во всем виноваты коммунисты. Поэтому они, наоборот, эту обиду эксплуатировали. А на Старой площади мы не можем это сделать, потому что люди же обидятся. Я, конечно, стеснялся сказать, что, ну, ребят, вы уже людей на уши поставили. Уже поздно пить боржоми, уже можно рисковать. Но это было очень сильно, которое потом проявилось в ГКЧП. — Михаил Геннадьевич, скажите, пожалуйста, вот это правительство, первое правительство, ну, так называемой независимой России, то есть правительство Силаева, там, Явлинского и так далее, оно реально просуществовало до так называемого августовского путча, а потом происходит как бы переформирование правительства. И Бурбулис предлагает в качестве нового кабинета хорошо известного Егора Гайдара, Чубайса и так далее. Вот это происходило как бы на ваших глазах. Вы вообще понимали, кто приходит к власти? И если да, то вы каким-то образом противодействовали этому? — Нет, мы пытались противодействовать команде Гайдара этому бреду. Но, в отличие от 500 дней, безуспешно, потому что НИД, как живой человек, проигрывал аппаратную конкуренцию. Плюс нужна была палочка-вручалочка. И страна хотела, и сторонники демократов хотели, и сами демократы, и сам Ельцин хотел палочку-вручалочку. А то, что предлагал НИД, это все-таки было довольно сложно. Это нужно было объяснять. Естественно, что сторонники 500 дней просто мстили, кричали, что это ерунда, колесится и так далее. Плюс гайдаровцы, которые тогда уже посочились через Явлинского, они тоже кричали, что это колесится, потому что это был конкурирующий проект. А, то есть гайдаровцы просочились прежде всего через Явлинского, то есть через эту комиссию, да? Конечно. В группе 500 дней, если вы почитаете, там многие люди, скажем, были, которые потом стали гайдаровцами. Некоторые из них, как Ясин, который с гайдаром боролся весь 1992 год, потом просто понял, что на этом бутерброде масло намазано с другой стороны, и развернулся на 180 градусов. Как практичный человек переоблылся в прыжке. Естественно, большинство к гайдару не прошло, потому что как бы Явлинский своих не отпускал, и смотрели на них как на чужих, но просачивались. Гайдар пришел со своими, но это был процесс медленный, потому что первая команда, которая была дана еще в ходе ККЧП, ну сразу после ККЧП, это пишем программу «Будущее». И там мы, значит, я придумал, что Россия для нас и наших детей, имея в виду, естественно, своих детей и детей есть. Это команда вам была дана? Да, Ниту. А, Ниту. Думал, что и другим каким-то тоже людям была дана. И когда я сейчас читаю некоторые, так сказать, официальные программы, я просто думаю, это они сами до того же додумались? Или просто какой-то сейфик открыли в архиве и почитали, что мы писали? Потому что совпадение, да, будет просто текстуально. И мы дали ему красивую, на ватманский лист план-схему, о чем говорить, что делать, какими лозунгами прикрываться. Потому что сначала-то все плохо, значит, нужно, чтобы людей утешить, на что отвлекать внимание. В общем, все подробно мы прописали. Но это было в логике советской еще. Это было слишком сложно. А многие... Бурбулит же не сразу пришел к Гайдару. Они с Ельциным обошли почти всех, кто был на поверхности. А-а-а. Почти всех. И этих академиков, и Петраков, и Еременко, по-моему, тогда еще был живой. Они всех их обошли. Или говорили люди, оторванные от реальности полностью, как академики, которые вообще не понимали, как устроена жизнь. Ну, понятно. Или говорили люди, которые, так сказать, требовали создания государства. Тогда был еще большой инстинкт, что если мы создаем государство слишком сильное, то это, цитирую дословно, возврат к Советскому Союзу, это недопустимо. Я помню, НИЦ зарубил какую-то бумагу в 92-м году. Идея экономической интеграции постсоветского пространства. Он просто написал, что это означает экономическое возрождение Советского Союза. Это было достаточным аргументом, чтобы все это зарубить. То есть идеология была вот такая. Не нужно никаких иллюзий питать. А Гайдара, по-моему, вынули просто из-за пояс очередного. По крайней мере, когда он там появился, он выглядел как будто человек из запоя. И он просто сказал, ну, хотите чудо, будет вам чудо, все сразу и завтра. И дальше пошли эти разговоры про рельсы. Я, естественно, пообещал лечь на рельсы, если будет плохо. Ну, и на самом деле, все качалось с ГКЧП до 18 октября. 18 октября Гайдара и Шухин, на мой взгляд, совершили преступление. Они на пресс-конференции объявили о либерализации цензии 2 января. При том, что решения еще не было. И правительства еще не было. А Шухин был тогда вице-премьером? Шухин был вице-премьером по социальным вопросам. Собственно, потому и Гайдарова взял, чтобы по социалочке. Шухин много хорошего сделал, как вице-премьер по социальным вопросам у министра труда. Хоть и совершенно был, по-моему, равнодушен к жизнему людей. Но он был человек довольно добросовестный. И сейчас остается добросовестный ему дали. Он тянет. А Ельцин, на самом деле, уже тогда очень сильно понял, как работает экономика. Потому что он объявил в 1991 году налоговую войну федеральному центру. Платите налоги мне, тогда будет сильно меньше. Россию, а не Советскому Союзу. Он за счет этого разрушил бюджет практически. Это не наша была идея. Ну, может быть, мы ее и поддержали. Может, мы ее и даже и высказывали. Я не помню. Мы против нее не выступали. Но вряд ли был не способен эту идею сам выдвинуть. А потом я помню, как Ельцин оседлал шахтерское движение. Он же был секретарь обкома по характеру. И он был строитель. И он совершенно не хотел разрушения. То есть, для него это был страшный, по-моему, выбор, когда он понял, что для власти нужно разрушить Советский Союз. Он после этого уже все. Он уже спекся на это. И он очень осторожно относился к шахтерскому движению. Просто забастовки, бунтуют, бузят. И это не сегодня против коммуняк бунтуют, а завтра против меня будут. И ему пришло письмо. Я его держал в руках на полторы тетрадных листочков. И шахтер таким почерком, видно, что не привык держать ручку, человек пишет. «Дорогой Борис Николаевич, вы тут там не дергайтесь. Мы, конечно, демократию любим, но поддержим кому угодно, кто пообещает нам 10% от производимой нами продукции». Точка. И Ельцин понял, что вот она власть. Причем я на самом деле каюсь. Я в многих вещах виноват. Если бы эту бумажку я бы потерял, то, может быть, жизнь пошла бы по-другому. Это бы просто пришло письмо в потоке. Я, значит, три восклицательных знака. Давайте вперед, давайте оседлывать, это наша социальная база. Ну, понятно. И все пошло. Если бы я ее потерял, я на какую-нибудь глупость бы ответил, черт его знает. Наверное, много таких писем было. Но вот это вот то, которое через меня прошло. А скажите, пожалуйста, а вот та программа реформ, которую предложили Гайдар и компания, она вообще кем эта программа вырабатывалась? Была ли это вообще программа? Или это просто был... Это была не программа. Это была мера. Освобождаем цены, и все будет хорошо. Все понимали, что цены нужно освобождать. Но то же самое Юлинский, который хоть и специалист по нормированию труда, но он хоть какое-то образование имел, внятное. Гайдар-то был троечник, как я понимаю. Судя по воспоминаниям Гаврила Харитоновича Попова, его просто туда притхнули по какой-то разнарядке партийной или военной. Но Юлинский понимал, что нужно сделать, как в Европе. Сначала приватизация, и приватизация высасывает спекулятивные деньги. И запускает производство мелкое, потому что мелкое производство не может запускать государство. И криминальные деньги туда же входят. И потом, когда мы освобождаем цены, скачет цены, будет неубийственной. И уже будет развитый частный сектор, который будет работать. То есть будет демпфер для тех, кто будет выходить с погибших предприятий. То есть они будут работать как бы в режиме конкуренции, условно говоря. Да, да. В этом отношении программа «500 дней Явлинского» была лучше, чем Гайдаровская. Она тоже была нежизнеспособна полностью. Она хоть не была такой откровенно людоедской. А никто не говорил, что нужно ограничивать произвол монополии. Я-то, как человек, который понимал, как это все устроено, я вопил благим матом. И Ясин, кстати, тогда это поддерживал со своей стороны, со своего крыла, потому что он тоже изучал монополию. И потом он меня взял как человека, который когда-то занимался монополием. Он меня взял не как нитовца, а как человек, который способен писать осмысленные вещи. Это была абсолютно безумная вещь. Но это в основе лежали наработки МВФ для Африки и Латинской Америки. То, что в классическом виде реализовал Пиночет. Абсолютное социальное людоедство, абсолютная диктатура. И действительно, Белый дом пришлось расстрелять из-за этого в стиле Пиночета вполне. И стадион Пресненский, как бы эта вещь была не хуже стадиона в Сантьяго. Просто некому об этом писать мемуары. Поэтому это была не программа в нашем понимании. Это была мечта. Это была галлюцинация, это была волшебная палочка. Но поскольку других людей, которые обещали чудо, не было, взяли Гайдара. Взяли Гайдара. А Чубайс вошел в первый же состав правительства Гайдара? Госковое имущество. Как председатель. Чубайс для Гайдара был очень серьезным человеком. Потому что именно Чубайс ввел его в группу Локсенберга. Это была группа, где Андропов для своей программы «Звезда», концепции «Звезда» это было одно из направлений деятельности. Там готовились будущие руководители рыночной экономики. По Андропову будущие руководители мира. Потому что когда советские монополии манипулировали бы мировыми рынками, то вот люди, которые готовились в Локсенберге, они занимались бы как раз манипулированием миром. Ну и российской экономикой, советской экономикой попутно. И Гайдара никогда бы туда не взяли при Андропове, потому что он не подходил по морально-волевым качествам. Ну и биография у него была такая веселая. Но Чубайс там был, и Чубайс взял туда Гайдар. А это та группа, которой в том числе руководил Калугин, который был тогда в Ленинграде первым зампредседателем управления? Калугин эту группу формировал в Ленинграде. Как я понимаю, двойной агент и прочее. Но он формировал ее в рамках Андроповского проекта. В Локсенберг Калугин, как я понимаю, не ездил. Это была не его работа. Он был в тыловое обеспечении, он окормлял их в Советском Союзе. В Локсенберг ездили другие люди, Гастроевские в том числе. А Локсенберг это ГДР, да? Локсенберг это Австрия. Это под Веной, это замок, где сидел с 71 года Международный институт системного анализа. А, это тот институт, который был создан по договоренности Никсона с Брежневым. Так точно, так точно. В рамках Римского клуба. В рамках Римского клуба. А здесь у нас... Здесь это сидел Гвишан, этим занимался, но официально это было в рамках. Это была оболочка для Запада, что это было в рамках Римского клуба. Это был инструмент, которым вы перевариваете нас. А в рамках программы Андропова, это был инструмент, которым мы переваривали их. Это была такая иллюзия, условно говоря. А нет, это не была иллюзия, это было кто кого. Это было кто кого. А, кто кого, да. Люди получали бешеные деньги, которые там сидели. И по нынешним временам очень хорошие деньги. И как проходило? Они, значит, проводили семинар с западными специалистами. Дальше они возвращались. И с офицерами проводили второй семинар. Где подробно разжевывалось, какой диверсией является то или иное, вроде бы, невинное предложение сторонников Запада. Представителей Запада. Это все было очень серьезно. И из этого Локсенберга вышло довольно много приличных людей. Тот же самый Сергей Ильич Глазьев, например. Вот, он тоже. Там были Авены, там были Гайдары, Чубайсы. Машец там был, кстати, как я понимаю. Найшуль, нет? Тоже вполне приличный человек. Найшуль, не знаю, не помню. Не помню. Там был Широнин Вячеслав, по-моему. Человек, известный очень в последующие времена. Вот, но он быстро понял, что уйдет куда-то не туда и, так сказать, ушел в тени. Машец тоже, который предложил нормальную приватизацию. Даже закон приняли. Просто некому и незачем было этот закон выполнять. Он не предусматривал воровства. Этот закон. В 1990 году приняли этот закон. Да. И он два года, так сказать, лежал и никто там с именными ваучерами. И никто этим не занимался. Потому что зачем? А закон был. Вот. К вопросу о том, чего стоит закон и чего стоит конституция, если некому и незачем их выполнять. Так что Гайдар был обязан Чубайсу практически всем. И надо сказать, что никогда это не забывало. А Чубайс очень ценил Гайдара, потому что Гайдар обладал кругозором. Сам-то Чубайс это топорик. А Гайдар, который не занимался никаким конкретным вопросом, а занимался всем вообще, у него был большой кругозор. У него был настолько хороший кругозор, что я подозреваю, что он потом понял, что он, делая все формально по рекомендациям Запада, сделан намного хуже, чем можно было сделать даже в рамках этих рекомендаций. И спился он именно от этого. Окончательно он спился именно от этого, по-моему. Но опять-таки это вопрос дискуссионный. Может, ты не понял. С интеллектом там все было совсем просто. Но кругозор был. И вот за этот кругозор Чубайс его страшно ценил. И все нулевые годы по субботам они собирались. Гайдар, Чубайс, Кудрин. И она там вызывали на эти сборища всяких Агнатьевых, которые там были руководитель Банка России. И пока Гайдар жил, это был один из ключевых инструментов российской экономики. Эти субботние встречи. Чубайс без этого, по моим ощущениям, я могу ошибаться, конечно, но он просто не мог без этого нормально себя чувствовать. Все время нужно было подтверждение, что с точки зрения широкого кругозора он делает все правильно. Так что это был симбиоз. А это встречи стали проводиться уже тогда в 90-е или когда Кудрин стал министром? Нет, это было уже в нулевые. Я не знаю, когда они начали проходиться. Я получил пару стенограмм этих мероприятий в свое время. Не уверен, что это вели участники стенограмм этих выседаний. Но это было известно. Ну да, да, я об этом тоже слышал и где-то даже читал. А тогда было так. Они проходили, заседания проходили по четвергам. Ну и аппарат НИТа как раз был людьми, которые это все читали. Это все, все материалы смотрели. Поскольку Ельцин был реальным руководителем правительства, Гайдар был иошником, то мы для Ельцина писали справку, короткую, к наиболее значимым вопросам. Что это значит? Какие вопросы задавать? В чем вред? В чем нельзя? Почему нельзя? И, естественно, все наши товарищи реформаторы очень быстро поняли, что Ельцин как-то слишком умный. И это нужно пресечь. И у меня была, так сказать, школа молодого бойца, когда вот я реально. У меня была с армией школа, так сказать, работа ночами. Когда нужно сделать работу к 6 часам утра, а сколько вы будете спать, при этом это ваши трудности. У нас свобода и демократия. И здесь было то же самое. То есть бумажка должна... И они давали документы очень часто, они совсем не наглели, но очень часто было так, что бумага приходит вечером в 8 часов, накануне, в среду. И в 8 утра она должна быть, чтобы Борис Николаевич успел ознакомиться и понять вообще, о чем будет речь. Ну да, содержание. Ну и нормально, сидели ночью, и все сидели ночью. А он тогда все-таки вчитывался в бумаги, да? Ельцин, по-моему, до конца вчитывался в бумаги. А, до конца, да? У меня ощущение, что пил он, конечно, не по-детски, но он и в мертвецке, пьяном состоянии, бумажки читал, и смысл бумажек понимал. Вот это вот воля, инстинкт власти в нем был, звериный. Когда он очнулся после операции, первое, что он сказал, черномырденно сюда с указом о восстановлении в должности. Первое. Представьте себе, да? Вы от наркоза отходите, от общего, где пол, где потолок, и тошнит при этом. И у меня было ощущение, что он, ну, по крайней мере, нашу он читал, потому что я потом смотрел в стенограмму, он прямо шпарил по нашим бумажкам. Ну, естественно, и были у него и другие люди, и иногда он от себя что-то говорил, но наша бумажка была основой. Михаил Геннадьевич, наша программа, к сожалению, подходит к концу. А, еще 90-е не кончились. Да, ну, у нас же нету лимита на программы, мы можем... Ну, если будет интересно, конечно, все это можно обсудить. Да, у меня единственный вопрос, вот скажите, пожалуйста, ведь в 92-м году произошла смена правительства, то есть пришло как бы новое правительство... В 91-м. В 91-м. В ноябре. 5-е ноября. Нет, это я понимаю, да, в 91-м пришло правительство Гайдара, о котором мы как раз и говорили, но условно... А, в конце Гайдара все-таки вытянули. Да, да, Черномырдин, вот скажите, пожалуйста, вам же тоже пришлось, я так понял, работать с правительством Черномырдина тогда. Вот какое-то серьезное изменение в работе правительства произошло или нет? Да, они стали спасать страну реально. Реально. Другое дело, что они не могли спасать страну. Но даже Банк России заменили безумцем Матюхина 15-го июня 92-го года на Герасченко. Не было государства, не было возможности валютно-финансового контроля, но он хотя бы дал деньги. То, что у нас в 93-м году экономический спад был вдвое меньше, чем в 92-м, это целиком заслуги Герасченко. И отчасти заслуги Черномырдина, Сосковца и прочих. Это было время разврата. Как Черномырдин стал премьером? Должен был быть Хижа. Должен был быть Хижа. И люди еще старые, еще ЦКшные из администрации сказали Зюганову... А Хижа это он из... Хижа это военно-промышленный комплекс. Да, он из Ленинграда, по-моему. Да, это был герой, это был военно-промышленный комплекс, это был герой, который урегулировал осетин-ингушский конфликт, не дал ему превратиться в Чечню. А это там действительно страшно было. Там было неописуемо, это невозможно даже говорить, что там происходило. А это все забыли, потому что Хижа приехал и решил вопрос. Причем мирно решил, ну относительно мирно решил вопрос, практически без насилия. Просто поговорил и объяснил, что сейчас будет. Все все поняли и разошлись. Куча обиженных, но много выживших. И была одна команда Зюганову просто встретиться с Хижой и поговорить с ним о жизни. И Зюганов ходил и разговаривал с Хижой о какой-то ерунде, о каком-то бреде. Хижа, как человек добросовестный, с ним встретился просто по бульварчику. По-моему, там, где от памятника героям Плевны на Старой площади до Кирилла Мефодия. Кирилла Мефодия, по-моему, еще туда не было. Не было, не было. И, значит, они там погуляли, побеседовали. Хижа так и не понял, что это было. Там церковь стоит на Кулишках. Но они стоят на другой стороне, гуляли внутри бульварчика. Это все засняли. И ролик показали Борису Николаевичу, что, смотрите, Борис Николаевич, ваш Хижа за вашей спиной сговаривается вас свергнуть с коммунистами. Так стал Черноворец. А, слушайте, да. Михаил Геннадьевич, ну вот, кстати, это очень любопытные события, которых вы, безусловно, знаете более, чем кто-либо из нас присутствующих. Я думаю, что среди нас смотрят люди, которых знают намного больше. Ну, неважно. Мы обязательно вот с этого как раз и начнем нашу следующую беседу. Договорились, конечно. А сегодня я вам выражаю самую искреннюю благодарность и признательность за то, что в столь накаленный день, когда температура перевалила за 32 градуса, вы выбрались в Москву. Очень просто. У меня просто сломался градусник. Я не знал этого. Ну, да, да. В пиджаке. И мы с вами провели вот эту замечательную беседу. Так что я вас жду опять к нам в гости. С удовольствием. С удовольствием, Геннадьевич. Ну, а с вами, дорогие друзья, я в очередной раз вынужден раскланяться. Всего вам доброго. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok